Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и сегодня у меня очень полезный гайд для тех, кто любит мир The Isle. В этом гайде я вам покажу, как сделать так, чтобы добавить на ваш ПК, ноутбук, двесторонние игры. То есть, чтобы на вашем ПК была основная игра The Isle и The Isle Evrima. Мы знаем, что сейчас приходится, чтобы откатить до Evrima, чтобы поиграть в Evrima, нам приходится заходить в наш Steam и там до последней версии обновлять, да? Ну, помните, то есть, заходите вы в The Isle, у меня уже установлены Evrima, нажимаете свойства и здесь вот в этой версии, то есть, у вас установлена простая Isle, вам приходится здесь постоянно откатывать до Evrima. Это все геморройно, сейчас я вам покажу вариант, как сделать так, чтобы две игры у вас были установлены на ПК. Так, значит, смотрите, первым делом заходите, значит, в свой Steam, то есть, где у вас все игры Steam установлены, в моем случае это Disk D, Steam Games, Steam APPS, жмем Common и вот моя папочка The Isle. То есть, у вас сейчас установлен обычный The Isle, вы нажимаете правой кнопкой мыши и, подождите, и вот так вот все просто, это нажимаете копировать. Я этого делать не буду, у меня уже все сделано. То есть, вы скопировали, далее прямо здесь же можете создать новую папку, заходим в нее и вставляем сюда свой The Isle, который вы скопировали. Как только у вас все туда скопировалось, далее мы делаем следующее. Далее мы заходим в свой, так, сейчас, подождите, далее заходим в свой Steam, библиотека, домашняя страница, так, жмем The Isle, жмем свойства и откатываем до версии Evrima. Все, дальше, когда у вас Evrima уже установилась, у вас, так, ага, Evrima у вас установилась, вот здесь вот нажимаем добавить игру. Добавляем стороннюю игру и вот здесь вот ищите, должен быть, должна быть ваша папка The Isle, скопированная именно вот в расположение, смотрите, то есть в моем случае, это Steam Games, да, она была. Вот, просто нажимаем, ставим галочку и добавляем выбранное. Если у вас ее здесь нету, показываю, нажимаем обзор, вот мой диск D, вот наша папка, то есть где у меня скопирована основная ИСЛА, жмем значок, нажимаем открыть и нажимаем добавить. Все, у вас устанавливается, то есть ваша основная игра The Isle, и у вас появится вот здесь вот значок второй The Isle, то есть здесь у вас основной будет Evrima, а вот это будет ваш The Isle. Если, опять же, значок здесь не появился, заходим в ту папку, куда вы копировали The Isle, то есть нажимаем на этот значок и далее мы его отправляем на рабочий стол, создать ярлык, вот, ну тут вы его, короче, уже сами полностью переименуете. Все, в принципе, ничего сложного как бы нету. Далее смотрим, если вы будете запускать игру через Steam, а не через рабочий стол, как я это делаю, вот будет ваша Evrima, и вот тут вот у вас два значка появятся, The Isle, здесь, по-моему, вот этот второй, это основной The Isle будет. Ну и давайте, конечно, я вам покажу, покажу, что все работает. Давайте запускаем основной The Isle. Все полностью работает. Вот. То есть нажимаем играть, и здесь сейчас будут показываться вам ваши сервера. Ну, в моем случае это сервер Age of Dina. Вот, пожалуйста, сервер найден, все работает. Мы не будем заходить, и давайте теперь мы сейчас с вами запустим Evrima, дабы доказать вам, что все полностью работает. Согласись, это намного удобнее, чем постоянно откатывать игру до версии Evrima. Кстати, огромное спасибо моему подписчику и другу, мистеру Генчику, Раптору, за вот эту обалденную подсказку. То есть вот, пожалуйста, и запускается Evrima. Никаких проблем с этим нету. Да, заходите играть, создаете динозавра, ну и все прочее, короче, вот. Если вам понравился данный гайд, ребятки, обязательно пальчик вверх, подписываемся на канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok